В последнем билде я был крайне разочарован мутацией Ядовитая Кровь. У меня были на неё и её возврат урона огромные надежды. В этом есть что-то эпичное и даже божественное, когда нанося урон тебе, враги калечат сами себя. В своём разочаровании сегодня я решил заняться не экспериментальными билдами на Арбалетчика и Бомбера, или сложным в плане теста билдом на Мага. Я решил отдохнуть и показать, как сделать самый сильный билд на атаку через Вихрь. Билдом монстров. Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Итак, Вихрь. Многие люди в комментариях говорили, что мои билды недостаточно хороши, или, скорее, даже недостаточно сильны. А кто-то просто просил показать самый сильный билд. И вот сегодня мы займёмся тем самым, самым сильным билдом через Фиктование и через умение Вихрь для Геральта. Кстати, это ещё и один из самых каноничных билдов. Каноничность тут в том, что враги нас убивают за один-два удара, но и мы их можем убить за одну успешную серию атак. В реальности ведь всё примерно так же. Возможно, среди зрителей есть люди, которые недавно бились с утопцами или грифонами. Поделитесь своим жизненным опытом, если вы жили, конечно, и подтвердите, насколько каноничен данный билд. Но перейдём непосредственно к навыкам. О, есть идея. Чтобы не напрягать вас долгим описанием навыков и объяснением, почему мы взяли то или иное умение, я сейчас уделю этому всего минуту, описав основной концепт билда, и мы сразу перейдём к его тестированию. Но если у кого-то останутся вопросы или вам просто интересно послушать об этом, то в конце видео я вставлю подробное описание построения билда. А сейчас о главном. Главная цель билда – это максимальное увеличение урона от атак мечом в любом возможном виде. Для этого мы берём всё, что повышает нам урон быстрыми ударами из навыков. Из мутации ставим или эйфорию, не забудьте повесить уровень интоксикации, или довольно спорную кровавую баню. Из линейки алхимии обязательно берите синергию, так как она увеличивает силу мутагенов, поставленных в ячейки, которые мы заполняем только большими красными мутагенами на увеличение урона. Если остались пустые ячейки, заполняем их любыми красными навыками, также для увеличения урона. Мечи – любые. Самые сильные по урону с характеристиками на шансы силы укрита. Доспехи – кот или мантикора. По зачарованиям – на клинки воодушевления или рассечения. На мантикору – на лёгкость. На кота. Что пожелаете сами. Вот и всё. Основа у билда готова. Сейчас вы видите те навыки, которые стоят у меня. Если непонятно, не волнуйтесь. В конце будет подробное описание, что можно, а чего нельзя здесь ставить. А пока пойдём порубим кого-нибудь и посмотрим на билд в действии. Помимо основного теста работоспособности билда, меня интересует главный вопрос. Что круче? Мантикора? Или кот? И заодно расскажу про эйфорию, кровавую баню, воодушевление и рассечение. Начнём с лёгкого. Эйфория или кровавая баня? Оба в том или ином виде повышают урон в 2,5 раза. И выглядит это примерно так. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Победила, конечно же, Эйфория. А весь этот цирк с теста можно было бы и не устраивать. Эйфория явно круче, даже по описанию. Ведь чтобы сработала кровавая баня, нужно не только настакать удары, постепенно повышая урон, но и ни разу не поймать удар, который все труды сведет на смарку. Тогда как Эйфория увеличивает урон на 258% при наличии 330 единиц интоксикации, которые добываются, ну, проще простого. Мутация в зеленой майке явно вышла победителем. А теперь воодушевление или рассечение. Если кто не понял, то это зачарование на мечи. Либо на повышение урона на 50% от атак при полном хп, либо увеличение радиуса вихря. По итогам не очень долгого сравнения могу сказать следующее. Если вы не любите или не умеете пользоваться вихрем на вами любимый билд на урон, то воодушевление это для вас, так как у него и красивая анимация кровавой руки, и шикарное звуковое сопровождение выжигающих ударов. Но для того, чтобы все это работало, нужно 100% хп. Рассечение, увеличивающее радиус вихря, работает всегда, охватывая в смертельном танце больше врагов, нанося суммарно больше урона и дополнительно защищая тебя от атак. Но проблема в том, что вихрь работает не всегда. Наличие адреналина для его использования никто не отменял, но если вы, как и я, в этом билде делаете уклон именно на вихрь, то рассечение все-таки использовать лучше. Пришло время вопроса посложнее. Что лучше? Броня мантикоры или сет кота? Вопрос, требующий отдельного большого разбора характеристик в отдельном видео. Но если вкратце, то урон у них примерно одинаковый. Да-да, именно так, мои любители кисок и капюшонов, похожих на одно из средств контрацепции. Только без обид. Кот дает базовое увеличение урона, тогда как мантикора требует крит, чтобы показать себя. В итоге, суммарно, урон одинаковый. А потому, если шанс крита ниже плинтуса, у вас нет навыка кровавая баня, вы не владелец орандита, а существование отвара из катакана вы не слышали, то код 100% выбор для вашего билда. Стабильный урон это всегда хорошо. Но если ваш билд подразумевает финальное умение зеленой ветки, вы не только мечтаете, но и применяете 4 отвара и 2 зелия одновременно, а ваш меч после 10 успешных ударов начинает пульсировать и излучать свет, то мантикора, возможно, станет вашим любимым сетом. Ребята, я честно пытаюсь понять, что круче код или мантикора, но в итоговых показателях разница настолько невелика и непостоянна, что выбирайте сами. Для кого это не первое видео на моем канале знает, что я давно и надолго влюблен во внешний вид мантикора, тогда как гроссмейстерский код выглядит, ну как минимум, странно. Поэтому и хожу именно в мантикоре. Но как только получу доступ к первому легендарному коту, побегаю в нем. Итог, данный билд это скорее универсальный билд на урон от базовых или критических атак с возможностью применения вихря. Мы знаем, что для вихря требуется много адреналина, но побочным эффектом увеличения урона как раз является увеличение прироста адреналина. Это избавляет от ряда проблем. Билд интересен именно в рамках New Game Plus и врагов гораздо более высокого уровня, так как только тогда такая атака имеет смысл и раскрывает себя в полной мере. С другой стороны, вы кусок мяса, который не только толком не управляет собой вихря, но и умирает с одного-двух ударов. За все приходится платить. А я чувствую себя отдохнувшим на этом билде, так как он не только полностью себя оправдал, но и показал кое-что интересное. А вы это заметили? Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Я знаю, что данный билд очень популярен в том или ином виде, потому с удовольствием почитаю в комментариях советы по его дополнению, улучшению или даже альтернативному виду. А пока я займусь расследованием того, что заметил во время теста этого билда. Кстати, не забудьте, в конце более подробно разбираем, как собрать такой билд и что за что отвечает. Ну а мы увидимся в следующем видео, и на этом всем пока-пока. А теперь подробнее о билде. Начнем с умений. Все умения можно разделить на обязательные и дополнительные. Обязательные в линейке фехтования это память тела на увеличение урона от быстрых атак, точные удары для шанса и силы критических атак, и вихрь. Вот неожиданность для умения вихрь. Чтобы дойти до вихря, мы взяли решительность для сохранения очков адреналина, хотя навык не обязателен, так как большинство сильных монстров может убить нас за один удар. И бессмертие. Для того, чтобы при попытке нас убить очки адреналина возвращали нам хп. Ну тоже спорный скилл, так как если мы активно пользуемся вихрем, то лишних очков адреналина у нас просто нет. Все пять умений выставляем на панель активных скиллов. Над остальными навыками пока не думайте, мы еще вернемся к линейке фехтования чуть-чуть попозже. Далее умения алхимии. Повышенная сопротивляемость для увеличения порога передозировки, обязательная приобретенная стойкость для увеличения порога интоксикации и обязательная синергия для увеличения силы активных мутагенов на 50%. Чтобы дойти до синергии, я брал мутацию тканей, ужас и отравленные клинки. Но берите что хотите, так как эти умения использовать мы не будем. На панель выставляем только три умения. В желтых умениях берем только технику школы кота для увеличения урона от обычной критической атаки. И выставляем ее на панель. На этом все. Это наша основа. По большому счету это те скиллы, которыми мы будем в основном пользоваться и которые дают нам основную силу для вихря. Но перейдем к дополнительным навыкам. Использовать вы их можете уже на свое усмотрение. Я расскажу в чем их плюс. Например, убийственный кураж из линейки алхимии, который дает плюс 50% к шансу крита за каждого убитого монстра. Почему он не основной? Есть хорошее оружие, которое добавляет этот самый шанс крита. И без убийственного куража, доводя его до более чем 50%. Также есть меч арандит, который после 10 попаданий по врагу активирует 100% шанс крита. Это удобно против одного сильного врага, тогда как убийственный кураж с одним врагом просто не активируется. Если решили, что он не важен, то просто не выбирайте его. Также дополнительно из серых умений можно поставить контроль метаболизма для увеличения уровня интоксикации. И использование четырех отваров и двух зелий одновременно вместе с бронем антикоры. Мне это просто нравится. Это увеличивает наш урон, поэтому смотрите сами. Из фиктования мы дополнительно берем сковывающие удары для нанесения кровоточащих ран. Мне на самом деле не нравится это умение, так как без заточенных на кровотечение мечей, оно наносит очень маленький урон. Лезвие бритвы для одного очка адреналина в начале боя и увеличение его выработки. Навык, легкость ног для уклонения без получения урона. Все это дополнительные умения, которые немного влияют на ваш стиль боя. Выставляйте взятые дополнительные умения на панель навыков и смотрите, осталось ли место. Если да, то учите любые дополнительные навыки и школы фиктования, но только из нее. Если мест не осталось, то все и так отлично. Хорошо. И лично я хочу взять еще один красный навык, чтобы у меня было ровно 9 скиллов из линейки фиктования и чуть больший прирост к урону. Правда, мне не хватает одной открытой ячейки, чтобы поставить все, что я выучил. Потому что-то придется убрать. Я решил, что уберу повышенную сопротивляемость, так как готов мириться с тем уроном, который мне будет наносить интоксикация. Вы же можете оставить все как есть. В целом, с навыками закончили. Напомню, что во все ячейки для мутагенов, как я и говорил ранее, ставим только большие красные мутагены для увеличения урона. Даже в ту линейку, где у вас стоит зеленый умение алхимии, так как 900 хп вам навряд ли спасут жизнь, а плюс 15% урона лишними не будут. Из мутаций можно выбрать эйфорию, увеличивающую урон от интоксикации или кровавую баню, которая доказала свою несостоятельность в видео. Но если вы не любите алхимию, можете брать ее. Из оружия самые топовые клинки, в идеале обращайте внимание на дополнение к силе и шансу крита. Из брони два варианта. Мантикора, повышающую силу крита, увеличивающую пара интоксикации, что увеличивает урон от эйфории. Или броня школы кота, увеличивающая силу базовой атаки. По ронам из очарования, на мечи можно поставить либо воодушевление для увеличения урона при полном хп, либо рассечение для увеличения радиуса вихря. В доспехе мантикоры ставим на легкость, чтобы сделать доспехи легкими. В кота можно поставить либо воздаяние для 30% возврата урона, либо щит. Оба навыка фигня. Возврат урона мы уже тестили, а квен можно и так использовать перед каждым боем, и пока добежишь до врага, энергия успевает полностью восстановиться. Потому ставьте что хотите. Из отваров обязательные. Черт, чтобы нам не сбивали вихрь. Водная баба для увеличения урона. И экима, чтобы восстанавливать хп и работала водная баба. Если вы выбрали правильные скиллы и броню, то вы можете поставить еще один отвар. Это может быть катакан, для увеличения шанса крита. Виверна, для увеличения урона. Глава глаз, для уменьшения входящего урона и добавления небольшого шанса выжить. И альгуль, для ускорения выработки адреналина. Чуть не забыл о самом главном, об эликсирах, ведь с ними целая система. В начале боя используем гром для увеличения урона и лес морибор для дополнительного очка адреналина. Далее добиваем еще одну очку адреналина в бою и используем пургу, чтобы получить неиссякающий запас адреналина. О билде все. Довольно подробно получилось. Надеюсь основной принцип вы уловили и сейчас сможете сделать свой атакующий билд на вихрь, максимально соответствующий вашим желаниям и стилю игры. А я пока протестирую свой на невероятно сильных разбойниках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok